Продолжение следует... 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 Учебная деятельность здесь становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что получают в готовом виде, но то, что они открыли сами и выразили это по-своему. Выразили верно, но под контролем учителя. Следующая знакомая нам инновационная технология это исследовательская работа. Данный метод также позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника процесса обучения. Можно также сказать, что исследовательское поведение это самый важный источник о мире для ребенка. Исследовать, открыть, изучить, значит сделать шаг в новое. Дети мы знаем сами по себе являются исследователи и с большим интересом они участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. Очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы, выработать желание найти дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. При проведении исследований дети учатся мыслить и делать выводы. Следующее это обучение в сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве тоже играет большую положительную роль не только на первых этапах обучения, но и в последующей учебно-воспитательной работе. С первых дней обучения ребенка в школе. Можно начать с таких уроков, как познание мира, естествознание, художественный труд, где на первых этапах перед детьми не ставим какие-либо сложные задачи изучаемого материала. То есть из легкого постепенно делаем переход к более сложному. Создаваемая вот эта вот группа является единым целым. Каждый ребенок в данной работе, он задействует распределение между детьми их обязанностей. Работа здесь детям интересна. Они ближе узнают друг друга, учатся общаться, учитывают интересы друг друга. Учитель же, наблюдая со стороны, может для себя сделать какой-либо мини-мониторинг особенностей ребенка. То есть какой ребенок как умеет общаться в микроколлективе, как он может общаться в микроколлективе. На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. Но нельзя считать, что данная работа, она сразу даст результаты с первых уроков. Для этого, скорее всего, нужно будет провести серию таких уроков. И, конечно же, здесь очень важен кропотливый труд учителя. Также наша любимая технология, игровая технология, игровой метод, обучая посредством. Удобно дать учебный материал, а так, как детям удобно и естественно его принять и понять. Игры позволяют осуществить дифференцированный подход к учащимся. Вовлекать каждого ребенка в работу, учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки по предмету. Упражнение игрового характера обогащает учащихся новыми впечатлениями, выполняет развивающую функцию, снимает утомляемость. ...способом организации и проведения. С их помощью можно решить какую-либо одну задачу. Допустим, совершенствовать вычислительные, грамматические навыки. Или же целый комплекс задач. Это формировать речевые умения, развивать внимание, наблюдательность. И самая важная, самая современная технология, вот я хотела бы добавить еще, это информационная технология. Использование информационных технологий... ...развитие личности младшего школьника. Формирование его информационной культуры в соответствии с запросами современного общества. Применение учителями информационно-компьютерной технологии позволяет сформировать у младшего школьника умение работать с информацией, развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, коммуникативную компетентность. Применение ИКТ делает урок зрелищным. ...интерес и усиливает мотивацию к обучению. Формы и методы, которые я использую на уроках. Вот на слайде я представила. Допустим, поиск информации. Тут происходит индивидуальная консультация. Наблюдение как способ изучения проблемы. Групповая работа. Происходит взаимообучение. Защита работы. Развитие ораторского мастерства. Работа в паре. Происходит обмен опытом. Обучение в сотрудничестве. Взаимообучение. Проблемное обучение. Мотивация для каждого ученика. Данные формы и методы работы мне помогают в реализации поставленной цели. Так как все формы и методы работы, которые я использую в работе, Я бы хотела сейчас с вами поделиться видео онлайн защиты моего ученика второго класса, Казбекова Руслана. Он защищал научную работу в период дистанционного обучения. Здравствуйте. Меня зовут Казбеков Руслан. Мне 7 лет. Я ученик второго класса средней и общеобразовательной школы номер 4 имени Киппатыра города Аркалык. Мой научный проект называется «Комар. Казнить нельзя помиловать». У нас самое любимое время года и это лето. Единственное, что меня раздражает, это комары. А вернее, их укус. Как оказалось, ни одного у меня раздражает наличие комаров. Многим моим друзьям комары портят летние каникулы. На вопрос, нельзя ли он счет жить навсегда всех комаров в мире. Ведь от них нет никакой пользы. Мама ответила, что нельзя, они несут пользу природе. Я решил своему большему следованию поверить это. Цель работы – доказать полезность существования комаров в мире, их пользу и вред. Задача – изучить происхождение слова «комар». Изучить строение и стадии развития комара. Выявить место комара в пищевой цепи. Гипотеза. Если уничтожить комаров, то человечество окажется под угрозой исчезновения. Актуальность. Исследование заключается в негативном отношении людей к комарам. Летит птица, не синица, носок тонок, голос звонок. Кто ее убьет, тот свою кровь прольет. Происхождение слова «комар». Существует три версии. Первая версия. Слово «комарой» происходит в писанске «скоку комар», и что означает «враги бога любви камы юнору Купенона, который одюбил сиденье голеньким в кустах с луком и со стрелами в руках». Второе значение. Существительная мара, туман, мрак, потемки. Принимая во внимание, что туман, а точнее сырая и влажная среда, излюбленное место обитания комаров, получается, что комар – это тот, кто живет в влажной среде, а точнее комары. Там откладывают яйца и растят своего потомства. Третья версия. Служитель богини Моран и поставщик крови. Лексическое значение слова «комар». Слово «комар» – москита, имеет испанское происхождение и обозначает «маленькую муху». Развитие комара. Личинки комар четыре раза линяя после состояния четвертой линьки, он превращается в куколку. Тело куколки изогнутое и похоже на запятую, и состоит из более широкой головы-грудей и узкого бьюшка. Куколка очень хорошо плавает, быстрее, чем личинка. Если куколку ничего не пугает, она долго остается под водой, выставив маленькие ложки и дыхательные трубочки. Испуганная куколка быстро отпускается от намного. У куколки есть своя особенность. Она может находиться на глубине только в движении, иначе она всплывет на поверхность, как пловка, потому что она легче воды. Под конец позы куколки она меняет цвет с коричневого и становится почти черной. Строение комара Строение комара Тело покруто чешуйками. На голове глаза и пара усиков. Усики являются ушами и носами. Игловидный колющий хопоток жала. Дышит через дыхательные трубочки. Два ковыла, шесть длинных тонких ног. Зачем комару пить кровь? Кровь пьют только самки комаров. Самцы же питаются нектаром и соками растений. Кова любит кусать комары. Людей со светлой кожей и волосами. Людей с первой, второй группой крови. Детей из-за нежной тонкой кожи. Людей с ожиением сердечников, с атерок, с клерозом. Людей с молодой кровью. Расчет молодой крови у членов моей семьи. Я семь разделить на четыре равно одна целых три десятых. Мама сорок шесть разделить на три равно пятнадцать целых одна десятых. Баба сорок семь разделить на четыре равно одиннадцать целых три десятых. Брат пятнадцать разделить на четыре равно три целых три десятых. Дедушка 70 разделить на 4. 17,2. Бабушка 67 разделить на 3. 22,1. Количество комаров, севших на поверхность кожи, испытуемых. За 5 минут на меня села комаров 7, на маму 4, на папу 5, на брата 6, на дедушку 2, на бабушку 3. За 10 минут на меня села комаров 14, на маму 7, на папу 8, на брата 13, на дедушку 5, на бабушку 6. За 15 минут на меня села комаров 21, на маму 16, на папу 17, на дедушку 10, на бабушку 12. Цепь комара. Место комара в пищевой цепи. Если не будет комаров, то лягушкам и птицам нечем будет питаться. А если могут лягушки и птицы, то диким зверям нечего будет есть. А если исчезнут дикие звери, то человеку нечем будет питаться, и он погибнет. Облюдаю вывод. Вывод. На основании всего вышеизложенного заключительный вердикт моего проекта будет выглядеть следующим образом. Камаруй, казнить нельзя, помиловаться. Спасибо за внимание. Работая с перечисленными инновационными методиками, развивая научное мышление, я для себя отметила следующие прогнозы. Дети становятся участниками научно-практической конференции различного уровня. Тесное сотрудничество происходит с образователями и другими колледжами, музеями. Идет вовлечение и заинтересованность родителей в формирование функциональной грамотности. Хочу сделать следующий вывод. На сегодняшний день невозможно работа педагога без использования инновационных технологий и методов обучения. Их применение способствует развитию познавательного интереса, способствует развитию любознательности, повышает активность, приносит радость, формирует у ребенка желание учиться. Без развития науки не может быть развития государства. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...